Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Сегодня в нашу студию пришли представители Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, директор Владимир Марков, заместитель директора по учебной части Наталья Чекушкина и студент учебного заведения Оксана Попова. Это программа для тех, кто определяется с выбором профессии и кому близка романтика. Здравствуйте, Наталья Ивановна, Владимир Петрович, Оксана. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как ваше учебное заведение, вот я сейчас перечислила длинное такое название, а как вы его сами называете? Как говорите, где работаете вот сегодня? Попроще так сказать. В речном техникуме. Как речной техникум, все-таки остался как речной техникум, это более привычно. Ну, как бы он уже зарекомендовался, он намного лет вперед, и такая древняя у нас история, старая, большая, объемная, поэтому мы считаем всю техникум, откуда мы и ищем. Скажите, пожалуйста, кого вы готовите и выпускаете? Какого уровня это специалисты? Среднего звена технического или есть уже такие профессионалы с дипломами? Это специалисты среднего звена, судоводители, судомеханики, судовые электрики и опять начали подготовку береговых специалистов в сфере управления перевозками. А долго учиться? Сколько у вас лет обучения? В зависимости от программы, от специальности, от 4 до 5 лет. Почти как институт. Да. Наталья Ивановна, чтобы поступить в ваш, ну так и будем говорить, речной техникум, вот очень многие интересуются, нужно ЕГЭ сдавать? И после каких классов? Или как все это происходит? Нет, на базе 9 у нас вступительные, по среднему балу аттестата они идут, то есть мы заканчивают, приходят к нам, сдают документы. У нас конкурс, в том году был очень большой конкурс, у нас было 4 человека на место, то есть у нас довольно-таки мы избранных набирали. Контингент, в общем-то, такой серьезный получился, в общем-то, группы сильные, но вот создают они справку 086 формы, то есть медицинская обязательно профпригодность у нас отбор, особенно у судоводителей, потому что зрение, это в первую очередь, ну и, естественно, мозги. В основном с техническим профилем, потому что должно быть математический склад ума, в основном. Да, вот требования такие. Судовождение, да. Механики, они должны все-таки с золотыми ручками родиться. Да. Владимир Петрович, вот Наталья Ивановна сказала, что конкурс повысился, высокий и, следовательно, сильные абитуриенты, а в связи с чем? Вы как руководитель, директор, вот чем объясняете такой интерес, что пошло много народа учиться? В последнее время было принято достаточно много программ на государственном уровне, посвященных развитию транспорта. Отрасль потихоньку начала возрождаться, а любое возрождение без кадров невозможно, и потому сейчас судоходные компании испытывают острейший дефицит кадров и зарплаты, условия труда достаточно высокого уровня. Поэтому молодые люди, взвесив за и против, выбирают то место, где им потом хотелось бы хорошо, на достойном уровне работать и чувствовать себя на высоком социальном уровне. То есть поддержку вы почувствовали? Безусловно. Даже, вернее, не мы, а судоводители. И интерес. Да, и от этого идет интерес. Понятно. Оксана, ну расскажите нам, как вы определились с профессией? Ну, традиционный вопрос, да, девушка, кажется, вот, такие специальности, как судомеханик, да, там, техник. И тут Оксана Попова тоже решила. Ну, я учусь на факультете управления транспортом, вот, и у меня будет, как бы, береговая специальность. И, ну, я просто пошла, меня заинтересовало это учебное заведение, вот, я пошла, узнала о нем, потом подала документы, вот, и меня приняли. Вот так вот. Вы сильный, сильный в чем, в каких дисциплинах? Вот в школе что нравилось? Математика. Математика, вот, главное, да, вот, что вы посоветуете тем, кто все-таки решится идти, даже по вашей специальности, что нужно хорошо знать, как к этому готовиться? Вот сейчас уже спустя какое-то время, да, вы все проанализировали. Ну, основные технические все-таки специальности будут играть главную роль в данном дисциплинах, вот. Значит, математика важна. Физика. Физика. Да, и, наверное, ну, как русский язык тоже нужно знать с литературы, чтобы быть образованным больше, вот. А зарубежные, иностранные языки вы ориентируетесь на вот подготовление специалистов, которые и там будут работать тоже? Это же тоже важно, потому, во-первых, это же нужна обязательно связь даже с иностранными какими-то сотнями, но это как я себе вдруг представила. Нет, ну, это, да, правильно, правильно, да. Да, потому что, в общем-то, в основном международный язык является английский, у нас английский ведется все четыре года обучения, и даже мальчишки, которые потом заканчивают, приходят к нашим преподавателям, консультируются. Потому что у нас преподаватели по-английскому очень сильные, очень. Мне очень нравится, что они приходят, вспоминают только добром наших преподавателей иностранного языка. Да, оказывается, тоже важно, кроме технических специальностей. Скажите, пожалуйста, у нас в городе это единственное учреждение, которое готовит вот таких специалистов? Ну, я вам могу сказать, что не только в нашем городе, но и в окрестных областях таких учебных заведений нет. Их было достаточно мало, и на сегодняшний день ни в Волгограде, ни в Саратове таких учебных заведений нет. Вот еще поэтому конкурс, наверное, высокий и большой, да, потому что, можно сказать, единственное специализированное. А из других городов, из области приезжают? Получается, если мы такое тут вот сосредоточены? Конечно, половина выпускников, абитуриентов, учащихся, даже, наверное, больше половины, это самарские жители области и города. Ну, наверное, где-то в последнее время увеличилось. Много-много у нас приезжих. У нас в Татарии очень много приезжих, в Суфу много приезжих, потому что в Уфе училище, там есть училище, но оно уже как-то вот запорно. Уровень училища несколько меньше. Уровень училища, требования и, соответственно, распределение по специальностям, у нас как бы востребованы больше студенты. Наши студенты идут в основном под флаг. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вы заинтересованы, чтобы из других регионов, областей, городов приезжали, да? Ну, это безусловно. Безусловно. Развитие региона мы должны как-то к себе подтягивать другие регионы. В таком случае, есть ли база хорошая для того, чтобы всех разместить, принять? Вот если говорить о таком вот бытовом аспекте, где они? У нас есть общежитие. Общежитие, да. А условия для того, чтобы в это общежитие попасть? Отсутствие возможности для проживания. Проблем не будет, да? Вот нет условий, вы разместите. Общежитие, да, предоставим. Конечно. Да, ну потому что бывают разные проблемы, поэтому я хочу уже все узнать. Нет, молодой человек или девушка, которая приходит учиться, пожалуйста, им предоставляйте общежитие, если нет никаких проблем, не нарушается режим, он проживает все 4-5 лет обучения и нормально. Но об этом нужно заранее сообщать, вот как все это происходит? При поступлении. При поступлении. При поступлении. Не заранее, а при поступлении. Да, при поступлении он в заявлении указывает, что он нуждается в общежитии. Все, мы предоставляем общежитие практически всем. Понятно. Оксана, ну вы из Самары или тоже издалека к нам? Я с области приехала. Из области? Да. С села Кенечеркасса, Самарской области. А живете здесь где, получается? Я снимаю жилье. В общежитии не решились, да? Но есть возможность снять жилье тоже, как вариант? Да, есть. Возможно. Скажите, пожалуйста, вот вы так уже сказали, что вы будете работать на берегу. Это вот что значит? Это значит, что у вас есть разделение на реке, на море и на берегу. Вот ваша специальность. Поподробнее расскажите, кем вы будете после окончания, сколько вообще осталось еще учиться? Ну, получается, я нахожусь на стадии дипломного выпуска. Вот как бы я сейчас пишу диплом на работу, буду ее в дальнейшем защищать и надеюсь, что это очень хорошо получится. А потом планирую идти работать диспетчером в порт. Уже знаете, в какой порт? В наш, да? Речной Самарский или в любой другой? В Тольяттинский речной порт. Да, я бы хотела. Я бы хотела указать, потому что диплом ее недавно знакомил, Тольяттинский речной порт. Она пишет по нему дипломную квалификационную работу. Довольно-таки сильная дипломная работа. Но вот мы с ней еще поработаем немножко над этой работой. Отлично. Оксана, ну все-таки скажите, пожалуйста, чем вам нравится вот эта профессия? Потому что, как вы сказали, диспетчер, у меня сразу вот первое, что ответственность большая. Ответственность большая. Как много зависит от диспетчера. Мало ли что-то где-то как и все. Почему мне нравится эта работа? Да. Ну, вообще, меня всегда привлекали расчеты и река, вот. И, ну, когда я была на практике, в прошлом году я тоже проходила практику в речном порту в Тольятти. Вот. И мне очень понравилось то, что диспетчер руководит там всеми. Он отвечает за всех. За выгрузку, за погрузку. И это очень, ну, как ответственная работа, и мне понравилось это. Ответственность. Да, и интересная. Привлекает. Больше интерес. Действительно интересно. То есть, почему спрашиваю так подробно, потому что вопрос трудоустройства сегодня для молодежи, да, это не только сегодня, да, очень актуальный. Расскажите, пожалуйста, где работают ваши выпускники, есть ли проблемы с трудоустройством. И вот, опять же, и на суше, и на море, да, можно работать. Вот где, где они пригождаются, куда идут? Честно говоря, проблем с трудоустройством таких нет. Нет? Нет, абсолютно. То есть, все, кто оканчивает успешное обучение, они практически уже по выпуску, они имеют рабочие места. Их готовы взять судоходные компании, судовладельцы. В зависимости от того, хотят они работать на берегу или на реке, на воде, это тоже зависит от их желания. Дело в том, что специальности технические, они достаточно универсальны. И человек, обладая, допустим, дипломом механика, может спокойно найти себе работу с автомобилями, с автобусами. Ну, дизеля же, они и в Африке дизеля, можно так выразиться, да, то есть и электромеханика, если они приходят на берег, они... У меня вот муж заканчивал, тоже наш техникум, вот он тоже, вот он электромеханик, много электроработал на берегу, пока вот сейчас там какие-то сокращения не произошли, он сейчас вот ушел в навигацию. Вот, второй, сыночка у меня тоже электромехаником работает. Я когда-то сама заканчиваю, только я судовождение заканчиваю. А сейчас у нас судовождение, кстати, очень удобная специальность, она у нас углубленно идет, то есть присваивается с правом эксплуатации судовых энергетических установок. То есть не только узкопрофильный судоводитель, который только может быть судно возвести, но он и может так же трудоустроиться механиком куда-то, если потом впоследствии что-то там, какие-то обстоятельства меняются. Может быть, здоровье не позволяет, потому что-то, мало ли какие люди там, очень хорошо. Вот вы сказали, что еще в начале нашего разговора, что нужно золотые руки для этого. Я подумала, раз у мужа золотые руки и сына, наверное, передалось это. А к вам, Наталья Ивановна, такой вопрос. Раз уж вы судовождение закончили, вводили суда? Да, я 10 лет отработала, да. В качестве кого? Вот кем вы там были? Я работала в командной должности, потом я перешла, когда у меня сын пошел в школу, я перешла на рядовой состав, потом опять в командную поднимаюсь. Ну, то есть, как бы вопросов не возникало никогда. Удивительно. И еще такой вопрос. Присутствует ли действительно романтика? Потому что, знаете, техника, да, там, техника по одному, техника по электроэлектрическим каким-то специальностям. А романтика все-таки присутствует вот в вашем заведении? Из-за этого тут есть что-то такое, что влечет, зовет ваше заведение, получите вот именно эти профессии, специальности, вот, и с романтическим таким вот тоже вот. Ну, во-первых, посмотреть хотя бы мир, хотя бы другие, даже река, посмотреть все эти притоки наши в Орске, по-моему, вот и в этом случаются романтики большие. Владимир Петрович, скажите, пожалуйста, база для подготовки специалистов такого высокого уровня, какая у вас есть? Ну, как принято говорить, материально-техническая база учреждения. Безусловно, материально-техническая база соответствует всем требованиям подготовки, всем требованиям будущих работодателей. У нас достаточно мощная, замечательная, я не боюсь этого слова, двигательная лаборатория, в которой установлены действующие судовые энергетические установки, электролаборатория, которая позволяет осуществлять обучение по всем существующим требованиям, тренажерное оборудование для судоводителей тоже существует. Мы сегодня разрабатываем, прорабатываем вопрос закупки нового оборудования для учебно-тренажерного центра. Это будет закуплен, скорее всего, в ближайшее время тренажер ГМССБ глобальной системы спасения. Так что она развивается, база, но и даже позволяет на сегодняшний момент без дополнительных усилий получать достойное образование. А если говорить о практике, которую студенты проходят, сколько длится, как осуществляется, где? Вот Оксана уезжала в Тольятти на практику, да? А вообще вот, из чего она состоит? Начну я, которая, наверное, продолжит. Вопрос в том, что практика зависит от курса обучения. Если после первого курса она имеет характер ознакомительный и достаточно короткая продолжительность, то уже на третьем, четвертом, выпускном курсе она именно посвящена будущей профессии, будущей работе. Проводится она на базе судоходных компаний, практически все судоходные компании, которые представлены в Самаре, нами охвачены. Очень большое количество из других городов. Студенты, которые владеют английским, которые успевают на конкурс, на основе распределяются в компании, которые осуществляют походы, работу с зарубежными странами. То есть очень много студентов у нас работают на внешних линиях. Ну, да, я немножко добавлю, что в этом году, даже могу похвастаться, у нас ни одного студента не осталось без практики. У нас все были на расхват, и еще судоходные компании писали заявки, чтобы нам еще давайте, а у нас уже нет студентов. Мы порекомендовали обратиться в Астрахань, в судоходную компанию, я имею в виду, в Нижний Новгород. Но вот как-то уровень получаемого образования там и образования в Самарском речном техникуме все-таки как-то выше. Наши студенты более востребованы. Ну, вот это хорошее заявление, да, и радует, и подтверждает ваш статус, да, такого сильного, серьезного учебного заведения. У нас есть сюжет, который мы снимали как раз в вашем речном техникуме, давайте его посмотрим, а потом продолжим разговор. Кузница флотских кадров существует в Самаре с 1936 года. Более 70 лет это был техникум. В этом году учебное заведение получило статус университета. Среднеспециальное образование здесь было всегда, а вот на высшем раньше учились только заочно. В 2015-м набрали первую группу очников. Сегодня в Самарском филиале университета водного транспорта получают образование около тысячи ребят. Судоводители, судомеханики, судовые электрики и специалисты по управлению на транспорте. Студентов в ГУФТ охотно берут на практику лучшие судоходные компании. Некоторые выпускники ходят на кораблях под флагами других стран. По течению, с правой стороны у нас стоит буи, красного цвета, слева черный или белый. На уроке по судовождению дисциплина и порядок. Студенты внимательно слушают лекцию о правилах движения на воде. Подать световой сигнал и проложить курс при любой погоде для третикурсников не проблема. Эти ребята карты, кажется, прочтут закрытыми глазами. У нас встречают какие-то неблагоприятные условия, там, допустим, штурмовой ветер, волны. Мы можем уйти в укрытие, переждать, потом выйти, продолжить маршрут. Профессию моряка они выбрали по призванию. Говорят, сюда не заманишь длинным рублем. Такие отсеиваются сразу. Никита Якоб пошел по стопам отца. В этом году уже был на практике, стоял за штурвалом грузового судна. Ощущения, с одной стороны, в принципе, здоровские такие, а с другой стороны, чувствуешь себя ответственно, потому что судно большое, то есть ответственность несешь большое и за груз, и за судно, и за экипаж. Вот они все. Так, скорейте. Вы возьмите малоповоротное устройство и после того, как он отстроит индикаторный экран, проверните коленчатый вал. Каждый винтик здесь как родной. В лаборатории университета водного транспорта двигатели, генераторы, компрессоры – все, как в машинном отделении корабля. Здесь хозяйничают судомеханики. Поменять масло, проверить клапана – они в ответе за целый организм под названием судно. В работе с техникой главное – светлый ум и умелые руки. Сломалась у тебя какая-нибудь деталь, а ты разбираешь ее, смотришь, что внутри, с чего она состоит, как работает. Вот именно от этого я и получаю удовольствие. Если двигается сердце корабля, то я ухаживаю за этим сердцем. Получается то, что я в какой-то степени врач, помогаю кораблю в движении, помогаю ему продолжить свою жизнь. Теория без практики мертва, а практика без теории слепа. И вот по этой системе, по этой причине нужно в обязательном порядке рассказал и показал. И даже еще дал попробовать, руками потрогать. И тогда это осядет в голове надолго, на всю жизнь. Это настоящая мужская профессия. И плюс ко всему не только на кораблях, но и на берегу. Механики, знающие технику, везде нужны. Сейчас, когда ориентироваться в море, следует не по звездам, а по приборам. Знать, как подать сигнал бедствия и связаться с другим кораблем – одна из важнейших задач судоводителей. Этому учат на последнем курсе, когда ребята уже готовы выходить в рейсы. Кабинет, где установлены электронные тренажеры – своего рода замкнутая сеть. Здесь студенты тренируются быстро реагировать на ситуацию и налаживать связь. Точно такое оборудование сейчас установлено на всех судах. Допустим, мой лайнер терпит бедствие. Мне необходимо передать специальный сигнал, который уйдет на береговую службу. Вот мы нажимаем специальную кнопку – все, сигнал пошел. После выпуска из Университета водного транспорта многие остаются верными профессии. Ребята говорят – долго не видеть родных и жить в замкнутом пространстве, где за кормой только водная гладь, пейзажи и небо. Проверка на прочность. Бесконечные просторы, всплеск волн и тонкую линию горизонта уже никогда ни на что не променяют. А выпускник, он, наверное, остается романтиком, и его влекут морские дали. Это стремление к чему-то новому, постоянное желание что-то новое увидеть, испытать себя, преодолеть трудности. Человек, который находится в постоянной статике, он, наверное, теряет ряд человеческих чувств. А здесь, находясь на каком-то острие опасности, эти чувства более активизируются. Студенты в ГУФД уверены – если водная стихия станет родным домом, будут и попутный ветер, и семь футов под килем. Удивительно всегда чувствуется атмосфера в заведении, в котором проводятся съемки. Вот хочу сказать, что у вас она чудесная, потому что и преподаватели, и студенты, и даже праздники. Люди радуются и хлопают. Вот замечательно. Хотелось бы все-таки вернуться к вопросам практики. Наталья Ивановна сказала, что, так скажем, под иностранным флагом тоже ходят студенты. А для этого что нужно? К этому стремятся? Да, конечно. Знание английского в первую очередь, ну и глубокие знания судовождения. То есть какой-то отбор идет? Не каждый, конечно, попадает. Не каждый попадает. Во-первых, тут на усмотрение судоходной кампании. Вот они приходят, подают туда свои, как они выражаются, аппликашки, то есть анкеты сдают. Они раскидывают в разные судоходные кампании, и уже судоходная кампания сама их отбирает. Но преимущество дается все-таки нашему учебному заведению. Да, я просто столкнулась воочию. Понятно. А что, во время практики получают ли такую минимальную зарплату? Зарплатку небольшую, да, получают. Потому что это же все-таки... Вот, в частности, прайм-шиппинг, у нас с ними заключен договор, и если они берут к себе практикантов должности не в штата, а просто практикантов, им выплачивается минимальную зарплату, на которую они даже что-то там еще и приходят, и мамкам какие-то подарки покупают. Мало того, что на колпите там учат их, каждому сейчас студенту положено, согласно правилу, согласно положению одипломирования, прикреплен быть мастер производственного обучения, как раньше называлось. Вот сейчас это прикреплен или механик, или капитан, ну или штурмовская служба, или, соответственно, механическая служба, в зависимости от того, какую практику он проходит, в должности кого он в дальнейшем будет учиться. Оксана, а насколько интересно учиться в речном техникуме, как организован ваш доступ? Так как вы все-таки здесь живете не дома, значит, вы большую часть здесь проводите, а чем занимаете? Вот что интересного еще, кроме даже обучения? Ну, в основном это все равно получается учеба, вот, как бы, ну а так это прогулки дальше, те же самые мероприятия в техникуме у нас проводятся. Да, вот в техникуме, что вы проводите для того, чтобы жизнь студентов была интересной, насыщенной, кроме вот каких-то дисциплин, там, предметов? Ну, начинается все с посвящения студенты, каждая группа готовит свой номер, свою презентацию, какое-то поздравление от вновь поступивших. Влились в коллектив и начинается учеба. В процессе мы организуем и экскурсии, и походы в театр. Шлюпочные походы. Ну, это шлюпочные походы. Ну, что, что такое интересно звучит? Интригующе. Я не хотела оставить напоследок, но... Интригу я раскрыла. Шлюпочный поход – это одна из составляющих обучения. Мы должны обучить будущих судоводителей, судомехаников, будущих судовых электриков, то есть тех, кто готов посвязить свою жизнь флоту, хождению на шлюпках. Это необходимо для обеспечения правил безопасности и просто интересно. Поэтому у нас ежегодно проводится шлюпочный поход. Мы обходим вокруг Коровьего острова. И красота-то там какая-то. Ну, безусловно. В начале сентября действительно очень красивая, очень мягкая погода. Студенты с удовольствием соревнуются, чья шлюпка придет первой. На верфь заходим. На верфь. Это не однодневный поход. То есть мы там, они изучают хотя бы воочию, что такое, руками щупают, что это такое. Ну и, соответственно, конечно, грести там тяжело. Наяли. Там же такие... Вы погружаете в профессию. Да, с самого начала, чтобы отсеялись те, кто пришел сюда случайно. Может быть, вот просто разочаровывается. Кто-то не тянет учебу впоследствии. В общем-то, конечно, после первого года обучения есть отсев. Есть, несомненно, процентов 10 отсеивается. Потому что кто-то не тянет ту же математику, хотя вот первые общие образовательные дисциплины. Те же приходят и говорят, а зачем нам история, зачем нам философия, простите. Ребят, вы должны быть всесторонне развитыми. И не только уметь математике решать там х в квадрате, но еще и должны знать, откуда, что и почему, как. А встречи выпускников? Вот тоже показатель, когда нравилось и учиться, и потом в работе получаешь удовольствие, хочется вернуться. Вот на какое-то время проводится у вас? Безусловно. А проводятся традиционные встречи выпускников в феврале. И вот как раз в субботу, в субботу прошла встреча выпускников 40 лет назад. 40 лет назад выпуск был, из 30 выпускников собрались 20 человек. То есть это много. Да, традиции, значит, сильные и тянет людей, хочется вернуться. Это значит, что еще один показатель в пользу такого учебного заведения. А есть такие люди, которые вышли из речного технику, которые прославились. И прославили не то, что наш город, а может даже страну. Ну, не знаю, я могу предположить, хотя не знаю точно. Ну, я всегда привожу пример, что в Самарском речном технику, в Куйбышевском речном технику, именно в филиале университета, пять героев Советского Союза. Четыре во время Великой Отечественной войны получили звание. Один получил посмертно, к сожалению, звание Героя Советского Союза за боевые действия в Афганистане. Да, бывший мой, на крупных. То есть печально немножко, но, тем не менее, эта жизнь была так и, да. Герои, нервы. У нас много выпускников принимали участие в различных и вооруженных конфликтах. Очень много ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Тоже мы принимаем ежегодно, кстати говоря, о классной внеучебной работе. Мы ежегодно принимаем участие в памятных мероприятиях, посвященных этому событию. Называть всех по имену достаточно много. Мы выйдем за формат передачи. Но вообще, вот если говорить об истории речного техникума, еще вот какие есть яркие страницы, что можно вспомнить, сказать, чтобы продемонстрировать уровень этого заведения? Давно оно создано? Вообще, это как история? Создано было в Самаре. В 1936 году состоялся первый набор. Первый набор в 1936 году. С тех пор ежегодно проводится выпуск. Один год не прерывалась подготовка. Из ярких страниц. Наверное, не все яркие. Не все яркие страницы. Каждый год мы осуществляем выпуск. Приходите к нам на выпуск. И увидите одну из ярких страниц. В этом году выпускаем таких вот. Я, например, своих птенцов, я их называю, выпускаю. В этом году даже буду плакать. Потому что как бы так через сердце проходишь, прикипаешь к ним за 4 года. Действительно, в них сыночки становятся, прям роднульки. Их очень люблю. И вот в этом году буду выпускать первый раз я буду выпускать. Я никогда не выпускала. Никогда не брала группы. Но в этом году будем выпускать. Приходите к нам на выпуск. Сами посмотрите, что они у нас какие-то. Эту страницу создают студенты сами. Но еще раз говорит о том, что у вас действительно хорошая атмосфера. Если вам даже жалко из нее выпускать. Оксана, скажите, пожалуйста, а много девушек с вами там учатся? Или в одна? Нет, у нас. Сейчас я скажу. Десять или двенадцать девушек в моей группе. Что вы можете сказать представительницам, тем, кто захочет поступить тоже в речной техникум, пригласите их туда. Это действительно классно, хорошо, интересно и гарантирует вам и профессию, и жизнь хорошую. Главное, мужа хорошая. И мужа хорошая, что не было важно. Наталья Львовна. Это нечестно. Это почему, конечно, наше время не всегда легко найти достойный половин. У нас элита общества, я считаю. У нас самые лучшие мальчишечки. У нас же отбор идет. Уж не только по физическим данным, мы и профессиональные. Мозги-то какие-то, чтобы поступить. Все равно же не просто так. Да, вот только плюс. А для вас еще, Оксана, какой плюс все-таки? То, что это, в первую очередь, интерес и возможность дальше идти работать по профессии. Гарантированно идти работать по профессии. Да, но это тоже немаловажно. И у нас буквально остается одна минута. Владимир Петрович, скажите будущим абитуриентам какие-то важные слова. И главное, с чем нужно определиться, прежде чем переступать порог вашего учебного заведения? Прежде всего, необходимо определиться с желанием, человек хочет работать или нет. Потому что говорить можно о высоких зарплатах, о престижной работе. Но если человек не горит, не переживает, ему нет смысла заниматься этим делом. Поэтому будущим абитуриентам, будущим учащимся я бы посоветовал, невзирая никакое учебное заведение, неважно, какое учебное заведение, прежде всего быть уверенными в себе и быть уверенными в своем выборе. Да, хороший совет, Наталья Ивановна, и от вас рекомендации, так как вы все это прошли и знаете, как никто, что важно. Да, я выпускник данного заведения. И хочу сказать, что надо осознанно подойти к выбору данной профессии, потому что профессия не из легких, но тем не менее интересная, оплачиваемая. Сейчас действительно можно то, что подняться и заработать своими руками. Все у нас выпускники приходят ко мне, я приезжаю, уходят в навигацию. Ой, да такой у него майка или двое носок всего. Приходится навигаться, машину покупает. Я извиняюсь, конечно, я всю жизнь работаю, ничего не имею. Ну, любить, надо любить свою профессию, к тому, чем хочешь, чем заняться от души. Чтобы это было шо через душу. Спасибо большое за ваши рекомендации, за то, что вы делаете, успехов вашему речному техникуму, всего хорошего. Спасибо и вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова